Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ушакова Наталья. Я художник из Москвы. Я много пишу акварелью, работаю акрилом, делаю графические серии. В этот раз я хочу на своем канале представить вам свой новый арт-челлендж, посвященный колористике и цветоведению. Для себя я придумала такое задание, что вот в моей коробке с красками, в которой находятся куча-куча тюбиков разнообразных, которые всем нам очень нравятся, эти цвета. Мы не можем оторваться, нам хочется и такую красочку, и такую. И в результате их скапливается большое количество, а что с ними делать, мы даже и не знаем. Некоторые цвета совершенно нами не исследованы, так как мы всегда рисуем какими-то несколькими привычными для нас красками. И вот чтобы уйти от этой привычки, чтобы разбить эти клише, которые у нас у всех в голове есть, я решила, что я буду просто с закрытыми глазами доставать три тюбика. И плюс еще у меня будет один карандаш акварельный. И вот что вытащила, то вытащила. И вот этими цветами я и буду рисовать портрет. Мне эта тема интересна. Она, конечно, достаточно эпатажная получится, так как цвета будут совершенно не телесные. Но в этом, наверное, и есть какой-то интерес и, может быть, прорыв как раз в разрушении стереотипов. Попробуем? Вот я закрыла глаза, чтобы все почистило. Так, 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 так. Вытаскиваем. Что это? Опа! Это Рембрандт Кобальт. Ну что ж, отличное начало. Закрываю глаза. Опять. Лучу-велчу. Обмануть не хочу. Это что? Опа! Ммм! Кадми красный. Отличный цвет. И что же будет третьим? Отключу-велчу, обмануть не хочу. Вот что-то выводилось. Ну, это вообще получается Кадми желтый средний. То есть у меня в арсенале три основные краски. Это желтый, красный и синий. Из которых, в общем-то, можно сделать любой цвет. Этим и займемся. Ну и напоследок, как акцент, достану какой-нибудь карандашик. Ну вот. Ха! Красный достался. Продолжим. Интересно. Мне тоже. Прежде чем начинать, имея такой широкий спектр цветов, то есть это основные цвета, из которых можно намешать любые. Синий и желтый дают зеленый, желтый и красный – оранжевый. Красный и синий дают фиолетовый. Ну и дальше мы вольны сделать вообще полный цветовой спектр. Но, пожалуй, все-таки задача состоит не в том, а в том, чтобы сохранить локальность этих цветов. Для этого мне надо выбрать и подумать все-таки, что у меня будет. Какой цвет за что будет отвечать. Например, красный за фон, желтый за лицо и волосы, синий за, например, тени. Рисунок я делаю акварельным карандашом. Или, как в данном случае, карандашом Инктенс. Это похоже на акварельный карандаш, только он на чернильной основе. Чем мне нравятся эти карандаши? Они все очень яркие, жирные. Ими приятно рисовать по акварельной бумаге. Можно где-то сделать поярче, добавить четкости в линиях. И это придает еще какую-то динамику рисунка дополнительную. Но самое главное, что можно не бояться рисовать достаточно ярко. Потому что мы же знаем, что потом мы пройдемся сверху акварелию. И наш предыдущий рисунок, в общем-то, будет смыт. Но все равно оттенок этого карандаша будет проступать даже сквозь слои акварели. Поэтому, мне кажется, это идеальный инструмент для рисования акварелью. Для того, чтобы сделать рисунок смело и легко. Основной тон моей работы будет все-таки красный, такой розоватый. Акценты это будут желтые, например, бусы, лоб и что-то там, где ухо. И синим я сделаю свитер и некоторые места, где глаза и где тень. Но тоже не сильно, чтобы этот синий не перебивал общее цветовое решение в розово-красных тонах. Быстро и легко. Закрашиваем полностью лицо. Потому что, в общем-то, в человеческом теле ничего белого нет. Оставляю небольшие блики на кончике носа. Возле глаза, возможно, потом я закрашу. Там, где зубы, рот. Ну и оставляю часть свитера, потому что мне хочется, чтобы синий цвет был чистым и ярким. Делаю тени на волосах. Все это очень быстро. Бумага вся полностью влажная. Основные тени прокладываю на лице. Формирую объем носа, ноздри. Нос всегда интересная тема. Я люблю его немножко перемучить. Но ничего, потом все-таки вытянем. Еще раз. Так как бумага высыхает и цвет как бы проваливается, то я прохожусь еще раз более темным оттенком, чтобы усилить тени. И вот он, синий свитер. Хочется сохранить эту чистоту колобового синего цвета. Поэтому специально оставлена белая бумага. Ну а там свитер, где он за волосами, он может уже смешаться с розовым. И потом, по мере того, как все высохнет, я добавлю еще оттенка. Вот, прописываю небольшие голубые тени у глаз, у носа. Но не сильно, не активно, потому что мне все-таки не хочется, чтобы это было такое контрастное сиде-красное лицо. Чуть-чуть добавляю. Глазки. Краска высохла, опять она просела в бумагу, поэтому нос добавляю еще тональности. В подбородке как будто легкий рефлекс от свитера. Ну и где-то же должен этот синий цвет появиться еще. Сделаю полоски на фоне, чтобы он синий не был таким одиноким и только на свитере. Выделяю, отделяю фигуру волосы от фона, волосы от лица более темными штрихами. И еще раз прописываю свитер, потому что краска высохла и впиталась в бумагу. А мне хочется все-таки яркости в синим добавить. Теперь ответственный этап. Делаем глаза просто тонкой кисточкой и тоже синим цветом. Какой-то глаз я делаю более четко и контрастно, какой-то второй я все-таки немного смягчу. Потому что мне показалось, что они слишком одинаковые. Это тоже мне не очень нравится. То есть пусть один будет более яркий, а второй как будто бы в тени, уходящий туда за челку. Смягчаю его еще разок. Ну и продолжаю работать над деталями. Веки, брови, уточняющие линии. Опять зрачок, потому что краска высыхает. И хочется утемнять ноздри. Но тоже не так, чтобы это был пятачок не сильно. Уголки губ прорисовать. Тень. Девушка в ярко-красной помаде. Сделаем ей такое. Опять прохожусь. Носик. Но иногда надо себя останавливать, когда уже слишком часто ты трешь по одному и тому же месту. Художник, остановись. Ну и остается, что я еще хотела узнать. Опять высыхает краска и просаживается. Высветляется. Недостаточно тона. Прорисовать почти сухой кистью. Сделать яркие акценты на бусах. Пока у меня высыхает лицо. Потом я к нему вернусь. Да, решила все-таки утемнить свитер. Слишком он тут. Лезет вперед. Здесь он нам такой яркий не нужен. Пусть самый акцент будет возле воротника и рядом с бусами. Уголки губ. Темнота внутри рта. Чтобы выделить зубы. Трубки будут беленькие. Еще раз приходится прописать зрачки. И отделить волосы от лица все-таки. Щечки мне захотелось ей сделать. Пусть она будет такая румяная девушка. Ну и завершающий этап. Это опять берем наш карандаш и прорисовываем. Сверху делаю какую-то графику. Тоже легко. Бусы. Дополнить деталями. Великий американский живописец Джон Саржент как-то сказал. Каждый раз рисую портрет, я теряю друга. Что уж говорить про нас, простых смертных. Поэтому в качестве своих моделей всегда можно попросить попозировать родных и близких. Друзей, которые вас поймут и простят. И я также, друзья, прошу вас присылайте мне ваши фото. Те, кто храбрые, кто не боится быть нарисованными такими необыкновенными, случайно выбранными цветами. На почту, которую я укажу ниже. И, возможно, следующий портрет будет именно ваш. Спасибо за внимание, за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И до новых встреч. Пока.